Мы направляли обращения, заявления, жалобы. С начала марта этого года в соцсетях появились десятки сообщений возмущенных родственниц мобилизованных. Им перестали поступать обещанные выплаты. За февраль так и не было брату. Много таких, кому выплаты не пришли? За январь еще не все перечислили. Есть те, кому пришли сегодня боевые суточные? Контракт? Нет ничего. В этом месяце боевые не пришли. Значит, теперь в следующем? Я четыре месяца жду. Ни разу не было боевых выплат и непонятно когда. Жены и матери создают тематические группы, где жалуются на отсутствие денег. В таких интернет-сообществах состоят уже более 100 тысяч человек. Моему мужу не платят денежного удовольствия. Мобилизованный. По причине того, что он был в краткосрочном отпуске в связи с рождением дочери. Отец уже как год не выходит на связь. С денежного удовольствия с момента мобилизации не получали. Возможно ли получить? Возможно, кто-то сталкивался. Лишь в первую половину марта подобные жалобы опубликовали жители как минимум 52 регионов России, подсчитали журналисты издания «Верстка». Моему сыну не выплачиваются денежные выплаты по контракту. В связи с этим им было подано три рапорта. Эта женщина из Владимирской области решила записать обращение к президенту России, так как местные чиновники ее жалобы игнорируют. Мне выплаты не пришли. Я опять стала звонить. Хожу в военкомат наш Юрьевский, во Владимирский. Они тоже удивляются, почему выплаты нет. Ездила я в Москву, в Министерство обороны. Там они тоже очень удивлены из-за того, что, во-первых, я ищу сына. Во-вторых, почему мне нет выплаты. Исходя из заявлений чиновников, всем призывникам положена одинаковая зарплата. Сколько минимально будет получать мобилизованный военнослужащий и из чего эта сумма складывается? Минимальная сумма, которую будет получать военнослужащий, призванную в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей. Но таких денег нет, подтверждает жена мобилизованного одного из российских сел. Та сумма, которую плачевают мужу, меньше половины, мы снимаем себе. Потому что у них тоже с доставкой питания плохо. Там? Да. С отоплением дрова. Если не секрет, сколько мобилизованные получают сегодня? Ну, вообще обещали 190. Ну, 190, ну, плюс зависимость от профессии. Они не выходят 190. Среди тех, кто не получает выплаты, и мобилизованные, и контрактники, и добровольцы. Важная проблема – это вот всякого рода льготы, выплаты. Слышим постоянно, что даже до сих пор бывает так, что кто-то не получает положенных денег. И как вас эта проблема обошла стороной? Они не получают боевые. Да, им не начисляются. Это проблема есть. А как-то может быть, это военкоматы? Нет, это не военкоматы. Это все очень глубже. Я, честно говоря, не смогу вам ответить на этот вопрос. Но эта проблема есть, что из-за того, что ребята не приписаны к частям, в которых они находятся, в зоне СО непосредственно, да, там, вот, и они не получают боевые. Им не приходят. Ну, это прям свинство какое-то. Жены захватчиков рассказывают, что часто имеет место намеренная путаница с документами с целью лишить мобилизованных заработка. У нас написано письма в Министерство обороны, в прокуратуру, президенту. Да, мы везде сейчас пишем. А, ответы получаете? Ну, мы только вот об этом узнали. 30 дней. Да. Нашли ответы у нас в государстве. Очень надеемся. Ну, ваш муж-то воюет больше, чем 30 дней. И в разных местах находится, в принципе, плюс-минус. Раненые также остаются без денег. У меня, например, муж получил ранение в декабре. Мы все знаем, что по распоряжению президента Владимира Владимировича Путина платят определенную сумму за любое ранение. Было сказано так. Мой муж до сих пор с декабря не получил деньги за ранение. Как называют сейчас... То есть надо доказать, что он там его получил. Да, как сейчас называют путинские, да, вот эти, вот, большая сумма. А страховую выплату он не получил. Тем временем российские семьи берут на себя расходы по обеспечению убийц. Танков нет. Техники нет. Тепловизоров нет. Смотрите, чтобы вы понимали. Мы им собираем на тепловизоры, мы им собираем на бинокли, на рации. На дальноберы. На дальноберы. На трусы. Ну, это ладно. Мы им обмунитирование полностью. То есть мы их туда собираем в полной готовности. Отправляясь в Украину, они надеялись на легкие и большие деньги. Но получают лишь отписки или приказы. Идти на штурм и умирать на чужой земле под огнем защитников Украины.